Мы рассказываем о том, что произошло в Чите и Крае за минувшие сутки. Вы смотрите программу «Время Че». В студии Марина Лиханова. Здравствуйте. Маленькая Еве Поддубецкой сейчас уже около полутора лет. Вот только теплоту маминых рук малышка никогда не знала. По вине медика в Тунгогочинской больнице семья в один день осиротела. Ева и Ксения лишились матери, а Евгений Поддубецкий стал вдовцом. Столько планов было на жизнь. О трагедии в семье Поддубецких мы рассказывали не раз. Маму и супругу семья потеряла чуть больше года назад, в феврале 2016-го. После долгих мучений 29-летняя Елена умерла в родах. Хотя врачи Тунгогочинской больницы в голос твердили, операция кесарево сечения плановая. Они справятся. В частности, врачи не определили, что Елена страдала полным предлежанием плаценты и превращением плаценты. В связи с чем ей была проведена операция кесарево сечения. После проведения этой операции врачи вручную удалили послед, чем вызвали обильное массивное кровотечение. Лишь спустя месяц в отношении медиков было возбуждено уголовное дело. Тянулось и следствие. Когда Читинская экспертиза не дала полной оценки действиям медиков, правозащитники настояли на проведении независимого исследования в Красноярске. Последнее заключение оказалось прямо противоположным первому. Эксперты были шокированы чудовищным непрофессионализмом врачей Тунгогочинской ЦРБ. Следствие доказало вину врача Кушера. Фактически она одна будет привлечена к уголовной ответственности. Но в экспертизе также указывается о том, что и другие врачи, анестезиолог, допустим, а также виновны в неналежащей оказании медицинской помощи. По результатам рассмотрения данного уголовного дела со стороны потерпевших будет подан гражданский иск на больницу компенсации морального вреда, причиненного смертью подубийской Елены. А сколько тогда было громких изречений по поводу первопричины? Медикера и больницы обвиняли в столь плачевном исходе саму роженицу. За кадром главврач Александр Гошков рассказал нашему корреспонденту, что беременная не следовала предписаниям медиков, занималась тяжелыми домашними делами, носила воду, дрова. Полностью она дома, только лежала он. Убирался сам, варил сам. Ну, варила она еще. Стирал сам, все делал сам. Конечно, все делал сам. И ничего не позволял, потому что я знаю ребенка. Тем более дрова носить. Ну, потому что врач мне так объяснил был. Да, что нет. Это бред. Следствие же, в свою очередь, собрало достаточно доказательств вины акушера-гинеколога в смерти Елены Поддубецкой. Судебные разбирательства начнутся в ближайшее время в Тунгогочинском районе. Принимает ли роды по-прежнему обвиняемый врач и проводилась ли после этого выпиющего случая служебная проверка в медучреждении, пока неизвестно. До вынесения судом решения по делу пресс-служб Министерства здравоохранения от комментариев воздержались. Марина Лиханова, Максим Лобачев, ЗАП-ТВ. Последнее слово, как крик души. Любой самый падший человек заслуживает снисхождения, заявил приговоренный к пожизненному лишению свободы Александр Каменев. 28-летний заключенный черного дельфина осужден еще за одно преступление. За убийство двух человек Забайкальский краевой суд приговорил Александра Каменева к 16 годам лишения свободы, вдобавок к его и без того пожизненному сроку. Согласно материалам дела, 20 февраля 2008 года подсудимый купил литр паленого алкоголя. Отрава предназначалась его недоброжелателем, с которыми Каменев не пожелал делить металл. Задремавших от выпитого недругов он в буквальном смысле сварил заживо, сбросил в коллектор и открыл кран с горячей водой. С повинной Каменев обратился уже к сотруднику шестой колонии, в которой он отбывал наказание за убийство шести человек. К пожизненному сроку его приговорили еще в 2010 году. В другом преступлении он вроде как признался из религиозных побуждений. К другим темам перекрыли воду. Уголовное дело в отношении банды лжа сантехников окончено. Полицейские доказали причастность обманщиков к 16 эпизодам. Жертвами банды часто были пенсионеры. На доверчивости пожилых людей, якобы сантехники, нажились почти на 1 миллион рублей. За раз бандиты могли похитить до 150 тысяч сбережений. География их преступной деятельности каждый раз менялась. Поработать они успели как в Чите, так и в Петровзабайкальском, Краснокаменском, Улетовском районах. Обвинение в серии краж в составе ОПГ злоумышленникам уже предъявлено. Ждать суда они будут под стражей, сообщили в пресс-службе Краевого УМВД. А на этом у меня все. Оставайтесь на Первом Независимом, будьте бдительны и берегите себя.